Чудеса Иисуса в современной новозаветной науке Чудеса Иисуса не поддаются рациональному объяснению, однако ставить под сомнение саму их возможность считать их лишь благочестивыми легендами, сочиненными последователями Иисуса много десятилетий спустя, значит вычеркивать из Евангелий огромный пласт свидетельств, весьма многочисленных и разнообразных. Евангелие без чудес перестает быть благой вестью, так как из него изымается важная часть того, что составляет самую суть этой вести. Иисус минус чудеса – это искусственный научный конструкт, не соответствующий евангельскому образу Христа. Такие произведения, как «Жизнь Иисуса», «Гегеля» или «Ренана», уже в силу того, что игнорируют повествование о чудесах, не пытаются вдуматься в них и дать им какое-либо толкование, теряют связь с реальным историческим Иисусом. От них лишь один шаг к полному отрицанию историчности Иисуса из Назарета. Мы уже приводили наиболее показательные цитаты из книг философов-рационалистов, касающиеся чудес. Некоторые из этих цитат сегодня вызывают улыбку. Например, слова Канта о том, что мудрые правительства, хотя и могут допустить, что в старину чудеса действительно бывали, новых чудес уже не дозволяют. Однако скептический взгляд на феномен чуда, на все сверхъестественное и неподдающееся рациональному объяснению, также распространен в наши дни, как в эпоху Просвещения. Аргументы сегодня используются иные, но суждения скептиков в отношении чудес также безапелляционны. Тайсон, автор книги «Новый завет и раннее христианство», утверждает, «Проблема для современного историка заключается в том, что он или она просто не имеет такой опции объяснения событий в терминологии «беснование» или «чудо». Мы просто не можем принять подобное мировоззрение. Оно – часть наследия, которое мы имеем как граждане мира в определенную эпоху. Но древний взгляд на мир, каким Бультман описал его, сегодня просто вышел из употребления». Упомянутый в данном тексте Рудольф Бультман, влиятельный немецкий теолог XX века, наиболее известный представитель школы демифологизации Евангелия, воспринимал все описанные в Евангелиях истории, касающиеся исцеления и знания бесов, как часть того мифологического мира, в котором жили древние и который безвозвратно ушел в прошлое. По его мнению, вера в чудеса несовместима с пользованием благами научно-технического прогресса. Эту идею ученый проводит последовательно и категорично. Познание сил и законов природы покончило с верой в духов и демонов. Небесное светило для нас природные тела, движение которых подчинено космической закономерности, а вовсе не демонические существа, порабощающие людей и заставляющие их служить себе. Если они влияют на человеческую жизнь, то это влияние объяснимо в рамках природного порядка и не есть следствие их демонической злобы. Болезни и исцеление имеют естественные причины и не связаны с кознями демонов или экзорцизмами. Тем самым новозаветным чудесам приходит конец. И тот, кто хочет спасти их историчность, объясняя чудеса влиянием нервных расстройств, гипноза, внушения, тот лишь подтверждает их конец в качестве чудес. Сталкиваясь в телесных и душевных явлениях с загадочными, пока неизвестными нам силами, мы пытаемся найти им рациональное объяснение. Даже оккультизм выдает себя за науку. Нельзя пользоваться электрическим светом и радио, прибегать в случае болезни к современным лекарственным и клиническим средствам и в то же время верить в новозаветный мир духов и чудес. Тот, кто полагает это возможным для себя лично, должен уяснить, объявляя это позиции христианской веры, он делает христианское провозвестие в современном мире непонятным и невозможным. Неясно, для какой цели ученые приплетают к своей аргументации небесные светила. Нигде в Евангелиях им не приписываются демонические свойства. Попытки объяснить евангельские чудеса при помощи ссылок на гипноз, внушение или оккультизм действительно несостоятельны. С этим нельзя не согласиться. Что же касается рассуждений о невозможности чудес при электрическом свете, то они могут быть убедительны только для тех, кто отвергает возможность чудес в принципе. Эти рассуждения отдают тем же наивным позитивизмам, что и слова Канта о мудрых правительствах, не допускающих чудес. Мало кто из современных исследователей Нового Завета решается на повторение идей Бультмана в тех же выражениях, в которых он их высказывал. Тем не менее, влияние этих идей не изжито. На долгие десятилетия Бультман отравил западную новозаветную науку своими измышлениями и фантазиями. И многие ученые по-прежнему посвящают сотни страниц анализу и развитию его концепции, вместо того, чтобы обращаться к самому евангельскому тексту в поисках ответов на вопросы, касающиеся жизни и учения Иисуса. В отношении чудес Иисуса многие авторы предлагают подходы, отличные от бультмановских по языку, но сходные по содержанию. Историчность чудес, говорят нам эти авторы, не обязательно ни принимать, ни отрицать. В рассказах о чудесах главное их содержание, та весть, которую они несут. Еще в конце XIX века была выдвинута идея о том, что к рассказам о чудесах можно подходить так же, как к притчам. Не потому, что они не имели места в действительности, и не потому, что рассказ, изначально существовавший в качестве притчи, был ранней церковью трансформирован в историческое повествование, а потому, что в Евангелиях рассказы о чудесах выполняют ту же функцию, что и притчи, служат указанием на искупление. Эта идея сегодня имеет немало сторонников среди исследователей Нового Завета. Один из них пишет, перед вызовом современного рационализма христианские мыслители часто признавали важность семиотического характера библейских чудес. Чудеса одновременно открывают и скрывают, служа знаками для верующих и отпугивая неверующих, точно так же, как притчи. Метод анализа форм, экспонентом которого был Бультман, основывался на четком разделении между различными формами или жанрами, к которым принадлежат те или иные евангельские отрывки. Притча и рассказ о чуде являются двумя такими формами, каждый из которых требует своего германифтического подхода. Ряд современных исследователей считает, что функциональные критерии важнее формального. Если рассказ о чуде выполняет в Евангелии ту же функцию, что притча, то и интерпретировать его надо, используя те же методы, что используются для интерпретации притчей. При таком взгляде, как утверждается, вопрос об историчности чудес отходит на второй план. Этот взгляд, однако, чреват опасностью аллегоризации и символизации описанных в Евангелии чудес Иисуса. Если эти чудеса не были реальными событиями, значит, мы имеем дело с фальсификацией, пусть даже и благонамеренной. Поэтому мнение о том, что, по крайней мере, в некоторых случаях весь рассказ о чуде мог вырасти из драматизации изречений или притчи Иисуса, должно быть отвергнуто. Наиболее убедительным представляется подход тех ученых, которые не сомневаются в историчности чудес Иисуса, подчеркивая при этом, что в евангельских повествованиях рассказы о чудесах, как и притчи, выполняют определенную учительную функцию. Вандер Лоус, автор детального исследования темы, настаивает на том, что евангельские рассказы о чудесах исторически достоверны. При этом он отмечает, «Иисус Христос явил себя не только в том, что Он говорил, но и в том, что Он делал. И слово, и чудо являются функциями Царства Небесного, но каждая в своем роде, даже если кажутся тесно взаимосвязанными одно с другим. В обоих случаях Бог каким-то образом себя ведет, в обоих входит в контакт с человеком, нуждающимся в нем физически или духовно. В обоих случаях Бог вместе с человеком творит историю. В то же время чудо, как часть Божия действия, не может быть вмещено в прокрустово ложе обычной человеческой истории. Оно происходит поверх обычных явлений и вопреки известному порядку вещей. Ученые приходят к заключению, что единственным средством, при помощи которого чудо может быть правильно интерпретировано, является вера. Чудеса Иисуса не могут быть просто приняты к сведению, даже если это делается симпатией. Они составляют жизненно важную часть Евангелия, которая не может быть просто отброшена. Своими чудесами Иисус открыл человечеству новую реальность, которая может быть понята только через веру. В этой реальности, вне и вопреки известным правилам порядка и закономерности в природе, он провозгласил свою свободу, силу и любовь, как Сын и Господь, посланный Отцом. То, что Бультман называл мифологической картиной мира, в действительности представляет собой религиозное мировоззрение, основанное на библейском откровении. Оно предполагает существование не только Бога, но и ангелов, и демонов, и не только естественных феноменов, вписывающихся в рамки природных законов, но и сверхъестественных, выходящих за эти рамки. Именно это мировоззрение отражено на страницах Ветхого и Нового Заветов, и именно внутри него чудеса Иисуса приобретают ту достоверность, которую можно установить только при помощи религиозного опыта. Критерии достоверности, применяемые по отношению к чудесам Иисуса современной наукой, могут быть убедительными только в качестве дополнений к этому опыту. К числу таких критериев относятся 1. Многочисленность свидетельств в разных источниках Матфей, Марк, Лука, Иоанн. 2. Разнообразие литературных форм, в которых дошли рассказы о чудесах Иисуса. Исцеление, изгнание бесов, чудеса, связанные с природой, воскрешение мертвых. 3. Согласованность свидетельств, отсутствие внутренних противоречий в многочисленных сохранившихся свидетельствах. Наличие данных критериев исключает возможность того, что все эти свидетельства были просто сфабрикованы ранней церковью.